Приветствую! Приветствую вас, любовью Господа Иисуса Христа, я Максимов Максим, и это прямой эфир. Мир вам, драгоценные мои друзья, мир вам, драгоценные прихожане Дома Веры, очень люблю, дорожу вас, дорожу вами, дорожу нашими отношениями и люблю, благословляю. Пусть Бог благословит вас. Пускай милость Божья наполняет ваши сердца, пускай любовь Божья изливается в ваши сердца. Я благословляю вас именем Иисуса Христа. Как хочется видеть длинную, благословенную, счастливую, полную откровений и Божьего присутствия в жизни. Многие ищут деньги и думают, что за деньги они могут купить что-то, но за деньги мы ничего не купим. Мы купим вещи, но не купим радость. Но об этом поговорим позже. Мир вам и благодать да умножится. Еще раз приветствую всех-всех-всех наших друзей, всех приезжан Дома Веры. Пускай Бог благословит вас обильно. Пускай жизнь, радость, изобилие, избыток, пускай сила Божья наполняет вас. И пускай вера Божья расширяется, распространяется. Пускай Дух Святой движется в вашей жизни. Пускай милость Божья окружает вас. Аминь. Я Максим Максимов. Вот здесь, кстати, об этом написано. Я люблю вас, ценю каждого из вас и верю, что вместе мы еще многое сделаем. У нас великое будущее. Почему некоторые люди просыпаются? И когда они просыпаются, вы знаете, вообще состояние сна очень интересное. И когда люди спят, они как будто бы исчезают, проваливаются в мир, в другой, иной мир. Когда ты релаксуешься и ты расслабляешься. Вы знаете, нам каждый день нужно уснуть. Каждый день нам нужно отдыхать. И так устроено. И ты залазишь в свою теплую постельку, под пуховое одеяло. И ты ложишься на свою подушку. И ты о чем-то думаешь. Вот эти мысли, мысли, мысли. И постепенно думаешь. И вдруг эти мысли у тебя. И ты был обеспокоен, замученный, зашоренный, весь такой, весь такой, в суете, в делах. И вдруг ты засыпаешь. Знаете, что врачи говорят, что одно из самых лучших снотворных – это сон. Это сон. Ляжете спать и вдруг забывается. Люди в депрессии, они спят, почему? Они хотят забыться. Нет депрессии. Человек засыпает, и депрессия уходит. И он в каком-то ином мире. Я не знаю даже, что это за мир, но это иной мир. Мир сна. Ты спишь, и ты находишься в этом состоянии. Там ты и летать можешь. И все остальное. У меня в основном счастливые сны. Если у тебя сны ужасов, это нужно что-то работать с тобой, потому что это неправильно. Бог дает сон праведнику, благословенный сон. И мы вразумляемы сновидениями. Если у тебя постоянные страхи во сне и ужасы, это значит, что нужно помолиться за тебя, потому что дьявол атакует твой мозг во имя Иисуса Христа. Если у тебя, я чувствую сейчас помолиться за вас. Если у тебя часто во сне бывают ужасы, сейчас я помолюсь во имя Иисуса Христа, Господа нашего Спасителя, чтобы эти ужасы ушли. Ты готов? Давайте помолимся вместе. Если у тебя постоянные во сне ужасы, сейчас кровью Иисуса Христа я противостую всякой вражьей силе. И я говорю, дьявол, ты поражен, ты связан. Во имя Иисуса Христа я говорю, победу Господа Иисуса Христа над твоей жизнью, Господь. Я благословляю этих людей, которые страдают от этих ужасных снов. Во имя Иисуса Христа я говорю, благословение, благословляю именем Иисуса Христа. Господь да даст тебе свободу, даст тебе жизнь, даст тебе избавление. Во имя Иисуса Христа я призываю кровь Иисуса Христа. Мы связываем дьявола и благословляем вас во имя Иисуса Христа. Да придет здоровый, нормальный сон. Во имя Иисуса Христа я благословляю вас. Господь да направит тебя, да поддержит, да даст тебе сон, благословенный сону праведника, во имя Иисуса Христа. Я благословляю вас, во имя Иисуса Христа. Аминь, аминь, аминь. Будьте благословенны. Итак, когда человек засыпает, вот ты несчастный, уснул, и вдруг ты провалишься в какую-то вот такую субстанцию жизненную, ты не знаешь, куда ты уходишь, но ты обнуляешься. Ты неудачник, вдруг там во сне ты становишься каким-то удачливым. Ты несчастный, вдруг там во сне ты становишься счастливым. Ты одинокий, вдруг ты перестал быть одиноким. Вы знаете, вот что-то происходит интересное, когда человек засыпает, у него происходит полное обнуление. И фактически многие люди не хотят просыпаться, Они хотят вот в таком состоянии сна вообще все время быть. Там хорошо, там классно, там. Но когда человек подсыпается, приходит к нему реальность. Знаете, ваша реальность, как горячий чай. Кстати, где мой чай? Пожалуйста. Алекс, принесите мне чай. Он кивает головой. Вы знаете, ваша реальность, она приходит к вам, как вместе с горячим чаем приходит пар. Пар. Вот чай и пар, они вместе. Вот так. Ваша реальность, она следует за вами. Мы с вами недавно говорили о реальности. Знаете, интересная вещь. Если твоя реальность несчастного человека, вот твоя внутренность, это не потому, что у тебя что-то снаружи не так. Даже дай несчастному человеку все, что есть у счастливого, и он будет несчастным. Более того, я видел людей, у которых есть все. Но они несчастные. Я видел людей, у которых ничего нету. Они счастливы. Парадоксально. Ничего нету. А радости. Веселиться. Писание говорит, радуйтесь и веселитесь. Иисус учит нас. Мне говорят, что мы веселитесь? Я говорю, Иисус сказал, веселитесь. И мы исполняем Писание. Иисус приказал веселиться. Мы, ес, сэр, будем веселиться. Возьмите человека унылого, и он найдет причину для уныния на самом веселом месте на земном шаре. Найдите человека, ну, давайте так скажем, депрессионного или униженного, и он будет униженным и депрессионным. Он будет, он найдет. Вы знаете, не внешние вещи определяют нас, а внутренние. Внутренние вещи определяют, кто мы, что внутри нас происходит. То, что внутри нас, оно определяет. Внешние вещи, конечно, они влияют. И внешние вещи, конечно же, поднимают и ободряют или выводят нас в новый уровень. Но кто ты есть на самом деле, это однозначно, однозначно происходит. Изнутри, послушайте меня, все, что в вашей жизни существует, приходит изнутри, из вашего сердца, из вашей внутренности. Происходит изнутри, из вашего состояния. Все в вашей жизни, все, все, все в вашей жизни, это следствие того, что происходит внутри вас. И внешний мир, они должны быть в гармонии, они не должны диссонировать, они не должны противопоставляться друг другу. Внешний мир, это продолжение нашего внутреннего мира. Вот я сейчас обращаюсь к вам. Послушайте меня. Слушайте меня внимательно. Все, что происходит в вашей жизни, это следствие вашей реальности. Если человек счастливый, он будет счастливым и в Божьем Царстве. Вспомните, если человек деятельный, он будет деятельным в Божьем Царстве. Если человек меланхолик, он такой расслабленный, такой, да, если человек меланхолик, он будет меланхоликом в Царстве Божьем. И нужно научиться влиять на свою реальность. Я, знаете, такое хочу сказать. Существует, послушайте, существует, 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 ну, давайте так скажем, существует состояние. Или ты ищущий, или ты человек, который постоянно находит. Ищущие и находящие. Одни люди всю жизнь находятся в состоянии поиска. Они ищут успеха, они ищут благословения, они ищут радости, они ищут жизни, они ищут чего-то. Люди, которые находят, они все время находят. Даже не искав, они находят. Люди, которые, ну, как бы вам сказать, люди, которые в состоянии, я найду, они постоянно хотят быть успешными. И они все время вот в этом состоянии прозябают. Люди, которые, вот сказки русские, что воля, что неволя, вот это ходила Марья Краса. Все одно, что воля, что неволя. Ей все равно, ей все равно, что воля, что неволя, все одно. Все одно и то же. Ничего не меняется. Когда я говорю с каждым из вас, ваша жизнь, ваше поведение, это отображение вашей реальности. Если вы повлияете на вашу реальность, на круг вашей жизни, то, что внутри вас, оно так происходит. Почему у тебя все горит вокруг? Помните вот это состояние пожаров, когда у тебя все загорается, и ты пытаешься... Вот есть люди, которые постоянно исправляют что-то, они исправляют, исправляют, исправляют. Они пытаются исправить это, исправить это, потом исправить это. И они все время такие монтеры жизни, они все время монтируют. Посмотрите, давайте откроем Иакова. Пожалуйста, откройте Иакова третью главу. Иакова третья глава. Здесь написано про язык. Потрясающая вообще глава. Если вы хотите, пожалуйста, возьмите, прочитайте ее. Иакова третья глава, сразу же после Деяния апостолов. И так говорит и брат Иаков. Здесь почти вся глава посвящена языку. И он говорит о языке, что язык маленький орган. Язык маленький орган. Но он присоединен к вашему телу так, как у корабля руль. И он направляет корабль в вашей жизни туда, куда хочет корм чей. Узда у коня, вот такая штука, которая, вот видите, когда-нибудь у коня в рот вставляется. И как управляют конем? Эта штучка в рот вставляется, и наездник вот так делает, и конь понимает, надо туда ехать. Или туда дергает, а туда ехать. Я когда сел на коне, думаю, а как рулить им? А мне говорят, а вот эта штука, вот туда-сюда. И когда мы говорим о будущем, как быть наездником, или когда мы говорим, как управлять, маленькая штучка направляет в язык. Написано, небольшой орган, 5 стих. 3 глава, 5 стих. Язык – небольшой орган. Послание Иакова, 3 глава, 5 стих. И еще раз, Иакова, 3 глава, 5 стих. Язык – небольшой орган. Небольшой член, но много делает. Посмотрите, небольшой огонь, как много вещества зажигает. Язык озвучивает нашу реальность. Давайте так. Язык выводит наружу, в окружение наше, то, что внутри нас. Если вы, ваша реальность депрессионная, если у вас депрессия – это ваше второе имя, то ваш язык, он будет постоянно изрыгать что-нибудь, чтобы депрессия поддерживалась. И ваша депрессия всегда… Я же говорил, говорят немногие. Я говорю, конечно же, ты говорил, так и будет. Люди успешные, они говорят, я же говорил. Люди несчастные говорят, я же говорил. Я год жизни потратил. Ты говорил, потратил. Ты будешь всю свою жизнь тратить впустую, потому что это твоя реальность. Возьми и озвучивай свою реальность другими словами. Начни менять реальность. Язык – маленький орган, но разжигает вокруг много вещества. Посмотрите, шестой стих. Язык – огонь. Вот такое сравнение. Язык – огонь. Это огонь. Прекраса – неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что скверняет все тело, всю жизнь. Тело в смысле жизнь. И воспаляет, воспаляет круг жизни. Будучи сам воспаляем от гиены. Скажите со мной, воспаляет круг жизни. Воспаляет круг жизни. Язык воспаляет. Что такое воспаление? Это передача вируса. Например, когда кто-нибудь гриппом болеет, мы передаем вирус, и он воспаляет всех остальных. Воспаление. Все вокруг тебя начинает воспаляться. Язык – прекрасная неправда. Он зажигает круг жизни. Все вокруг тебя. Все вокруг тебя. Все, 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 все. Он зажигает все вокруг. Разжигает огонь вокруг тебя. Он зажигает все. И все, что ты можешь делать, ты констатируешь факт. Я так и знал. Ты пришел в рай, и вдруг там пожар начался. Ты говоришь, представляешь, и даже здесь пожар. Я в рай пришел. Я надеялся, что в раю-то будет все хорошо. А и тут тоже пожар. И тут тоже плохо. Вопрос не в географии твоей локации. Вопрос в состоянии твоего языка. Каждый человек окрашивает мир своими красками. Каждый человек окрашивает своими красками, которые находятся в вашем сердце, в вашей внутренности. Что в сердце человека, то и на устах. Абсолютно. Лия из Афин говорит об этом. Я абсолютно с ней согласен. Что на сердце переполняется внутреннее состояние. Вопрос реальности. Когда мы говорим, ой, ладно, я буду говорить что-то нехорошее. Это неестественно. Если ты депрессионный негодяй, и ты будешь говорить, аллилуйя, аллилуйя, это не изменит твою жизнь. Нужно измениться внутри. Сначала внутреннее изменение, потом мы видим изменение круга жизни. Другими словами, должна произойти реформация, внутреннее изменение, внутренняя трансформация. Мы работаем с сердцем. Когда мы работаем с сердцем, когда мы работаем с нашей внутренностью, тогда мы обнаруживаем, что начинает меняться круг жизни. Я понимаю, очень сложно, когда у тебя круг жизни набрал такую скорость, знаете, как колесо в поле чудес. Когда ты его разогнал так быстро, ты его крутишь, крутишь изо всех сил. И он так разогнался, остановить и крутить в другую сторону почти невозможно. И чем дальше, тем сложнее. Остановить. Писание говорит, наставь юношу в начале пути твоего. Если он послушает тебя, и послушает слова и учения твоего, и примет слова мудрости. Если, если, если. Но если не примет, он направляет свой круг жизни по своему пути. Вопрос. Когда мы говорим о самостоятельности, многие из нас даже не понимают, но наши убеждения формируются с детства. Наши убеждения формируются с детства. И когда ты идешь и начинаешь их менять, у тебя может быть две вещи. Или ты их сделаешь лучше, и ты изменишься в лучшую сторону, или ты станешь хуже. И все пойдет коту под хвост, как говорится. Вопрос. Вопрос, говоря о жизни. Ваша жизнь, ваша реальность определяет, что будет в вашем кругу жизни. Круг вашей жизни. Это то, куда вы смотрите, то, к чему прикасаетесь. Если вы человек радостный, то ваш круг жизни будет всегда светел. Всегда будет полон жизни, света, радости. Если вы несчастны, ваш круг жизни всегда будет полон несчастья, полон трудностей, полон проблем. Ваш круг жизни озвучивает. Где бы я ни оказался, я всегда найду причину. Я оказался сейчас в гонениях, и нахожусь здесь, в этом гараже. Вы знаете, я сразу же взял пилу, молоток, топор, дрель, и сварганил вот эту студию. Как? Да очень просто. Ручками своими работал и сделал студию. Вопрос. Это наша жизнь. Я сделал, и теперь я могу вещаться. Подсоединился через интернет к спутникам. Сейчас, представляете, вот это видео идет к вам благодаря двум человекам. Я и мой сын. Мы сделали вот это все. Фактически в одиночку мы тут сделали весь проект. Конечно же, кто-то приходил, помогал. Некоторые из вас участвовали финансами. Я благодарен каждому из вас за участие в строительстве этой студии. И мы еще более и более будем делать. Но это моя реальность. Когда ты попадаешь в реальность человека живого, тебе хочется жить. Твоя реальность подвержена изменению. Худые сообщества развращают добрые нравы. Духудые сообщества деморализуют. Они создают тебе другую, иную реальность. Создается иная реальность твоей жизни. Создается новая реальность. Создать новую реальность. Если вы сможете создать новую реальность, тогда в вашей жизни все изменится. Новая реальность, она поможет вам. Она поможет вам изменить круг жизни. В жизни все меняется из-за реальности. Измените реальность и изменится жизнь. Моя реальность, я работаю над ней постоянно. Я хочу, чтобы она... Иногда приходит уныние, иногда приходит. Но, знаете, я всегда включаю. Моя реальность, реальность радости, жизни, мотивации, ободрения. Казалось бы, находясь в гонениях, вы приходите послушать меня. И вот там я смотрю, люди... Вот пишет Лариса из Украины. Где ты, Максим, там жизнь. Абсолютно. Вот многие люди, есть люди жизни. Они распространяют жизнь. Они накачивают, накачивают жизнь. Они создают жизнь, движение. Другие люди, они приносят за собой смерть, уныние. Вот, например, Наталья Хариторинова со своей семьей, когда приехала, с супругом. Я вижу, такая живая, движниковая. Так, давай вот это, вот это все. Я смотрю, как она пытается нам что-то делать. И я радуюсь. Я смотрю, это человек полон жизни. Полон жизни. У каждого человека своя реальность. Влияйте на вашу реальность. И ваша реальность повлияет на других людей. Чаще всего в семьях, в семьях рождаются дети, и они, ну, принимают нашу реальность. Если я видел в семье, где болезнь, это чуть ли не второй друг семьи, дети обычно всегда болезненные. Ой, у меня что-то болит. Я говорю, так вот подотрись, да иди дальше. Нет, это что-то серьезное. Когда ребенок мне говорит, это что-то серьезное, я смеюсь, я говорю, слушай, ты салабон, сейчас пендаль там под зад. О, ты знаешь, не так все просто в жизни. Вот я такой болезненный с детства. Кто тебе сказал? Кто тебе сказал? Это, ну, мама говорила, у тебя ничего не болит. Я всегда говорю, что-то болит, еще не знаю, но что-то болит. Победите свою реальность. Измените. Поблияйте на вашу реальность, на ваше внутреннее ДНК, духовное ДНК. Мой внутренний мир, мою внутреннюю жизнь. Моя внутренняя жизнь, она изменяется, она становится другой. Моя внутренняя жизнь, она формируется по-новому. Аминь, аминь, аминь. Вы улавливаете, о чем я говорю, драгоценные мои? Ваша реальность, она ваша. И вы ответственны за свою реальность. И вы ответственны за свою жизнь. Вы ответственны за то, что вы делаете. Это вы. Воспаляет круг жизни. Воспаляет круг жизни. Реальность, которая воспаляет круг жизни. Язык – это переходной орган между твоей реальностью и кругом жизни. Если ты говоришь постоянно, что у тебя получится, и ты сможешь. У тебя получится, и ты сможешь. Опять. Если же внутри тебя неудача, и ты неудачник, но ты сказал, все, я тебе буду говорить, что у меня все получится. У меня все получится. У меня все получится. Так ты хоть заубеждай себя. Ты можешь хоть сто миллионов раз сказать, что у тебя все получится, но если твоя реальность, она негативная, если твоя реальность, она наполненная серостью, унынием, что бы ты ни делал, что бы ты, как бы ты ни делал, твоя реальность, она вылезет наружу. Когда я говорю о реальности, еще раз, есть люди, которые всю жизнь ищут, ищущие. Есть люди, которые всю жизнь находят. Я не хочу быть искателем, я хочу быть человеком, который находит. Человек, который находит. Для многих сам поиск уже жизнь, а для меня находить – это жизнь. Найти – это уже моя жизнь. Я человек, который находит. Это мое убеждение. Где бы я ни находился, мне говорят, ну как это, и ты вдруг, и теперь вот ты смог, и вот это сделал, и вот это сделал. Я нахожу. Я не ищу, я нахожу. И Бог делает так, что я на всяком месте нахожу. Это моя реальность. Первое мое откровение, которое я получил – все мое твое и все твое мое. Я нашел. Многие не приняли эту реальность. Нужно находить. Наташа из Одессы пишет – найти и удержать. О, если вы говорите найти и удержать, это значит, что у вас проблема, что вы теряете. Есть другая категория людей, которые вечно теряющие. Мне не нужно удерживать, потому что я нахожу, и я держу. Мне не нужно удерживать. Вот сейчас смотрите разницу. Кто-то говорит, о, это так важно найти. Кто-то говорит, это так важно удержать. Это так важно иметь. В Писании сказано, имеющему дано будет, дастся. А кто только думает найти и удержать, у того отнимется, что имеет. Кто только думает, что нужно найти. Смотрите, вот очень четко. Если я нахожу, это мое. Вот еще раз, первое откровение, которое я, будучи после покаяния, получил, первое, что я понял, как я Бога понял, я понял такую вещь – все мое твое, и все твое, Боже, мое. Все, что у меня принадлежит тебе, все, что у тебя принадлежит мне, несправедливый обмен, но очень четкий. Это откровение, которое пришло в мою жизнь и повлияло на мою реальность. Давайте так, это сформировало мою реальность, определило мою реальность. И многие говорят, почему у тебя есть и телевидение, и это есть, и вот это есть. Причина в том, что это внутри. Бог так помог мне получить реальность, сформировать реальность. Я ободряю вас, чтобы вы взяли и начали искать реальность, которая от Бога. Многие хотят удержать. Я хочу удержать, я хочу удержать, я хочу удержать, Господи, дай силы. А то опять не получилось. Нет. Я нахожу, я имею, я держу. Аминь. Я не хочу быть человеком, который в отчаянии молится Богу и говорит, Господи, мне бы лишь бы удержать. Я человек, который держу, я человек, который стою. Вот еще раз, смотрите. Многие говорят, это так важно найти. Другие говорят, это так важно удержать. Третьи говорят, это важно найти. А реальность моя говорит, важно иметь. Если это у тебя есть, это появится. Я видел людей, которые были успешны, у них это было внутри. Но они проходили через банкротство, теряли все. Знаете, что происходит дальше? Потеряв все, потеряв все, они приобретали. Потеряв все, они приобретали. И когда они приобретают, потеряв все, они приобретают, и приобретают новую реальность. Они приобретают снова все, что потеряли. Казалось бы, они прошли через банкротство. Теперь у них должно включиться уныние, депрессия, несчастье и отчаяние. Все, вот у них должно начаться отчаяние, должно прийти. Нет, к ним не приходит никакого отчаяния. К ним не приходит, у них ничего нет. Но внутри них есть отношения. 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 Я помню, когда нигерийцы прислали мне обманное письмо счастья. К вам приходили такие письма? Я рассказывал вам уже, наверное. Когда нигерийцы присылают письма аферисты, и фактически все там они, эти письма, все письма аферистические. Умерла бабушка, наследство вам оставила. И это было лет 20 назад. И когда я получил это письмо, я подумал, не может быть, неужели это правда? Сейчас я таких письм получаю чуть ли не каждую неделю. Постоянно приходят письма, что ваша бабушка умерла, что вы наследство получили, что бла-бла-бла-бла-бла-бла. И все в таком плане. На дурачка. Но в тот момент, когда я получил это письмо, для меня выглядело все реально. Почему? Потому что там история была такая, что вы пастор Максим Максимов, мы знаем вас как служителя, и у нас есть фонды, мы хотим вам передать 16 миллионов для служения, и чтобы Евангелие Иисуса Христа распространялось. Представляете, такое письмо получаете? Я получил такое письмо и сказал, ну, слава богу, слава богу. Ну, я подумал, это такое благословение, как я счастлив. И я стал работать так, что теперь у меня есть 16 миллионов долларов, потом, конечно же, я не получил их. Но знаете что? Я стал так действовать теперь, как имеющий. Нигерийцы мне сделали потрясающую службу. ТНЛ появился, потому что я поверил, что у меня есть 16 миллионов долларов. А я такой верю богу легко. И Господь с небес на меня смотрел и сказал, ну, ну, что ты? Ну, что ты? Я говорю, господи, вот 16 миллионов, что делать? И Дух Святой в молитве мне открыл, открывай телевидение. Я подумал, ну, в принципе, деньги сейчас будут, вот-вот придут. Я открою телевидение. Я стал имеющим. Я стал имеющим. А другой человек, получив такое письмо, он ничего не получил и не стал иметь. И более того, это даже ударило по нему и сделало для него хуже. Он впал в депрессию, в отчаяние и все остальное. Посмотрите, вот если это ваша реальность, моя реальность, я имеющий, я имеющий. У меня есть, я имею. Имеющему дано будет. И вот у меня оно есть. Мне говорят, что тебе 16 миллионов придет. Меня обманули. Сразу говорю, обманули. Но я получил этот толчок в жизни. И этот толчок меня подтолкнул на новый уровень. Я стал думать шире. Господь использовал нигерийских аферистов для того, чтобы открыть христианское телевидение на русском языке. Вы понимаете, чем я говорю? Он знал, что это письмо меня не утопит. Многих людей оно утопило. Я знаю людей, которые потеряли кучу денег, потому что клюнули на это. Бог дал мне мудрости и благословил. И мне не пришлось не терять денег, я ни копейки не потерял. Единственное, что я потерял, я визу в Англию сделал. Потому что они все еще назначили в Англии. Но я не летал в Англию, потому что мы подключили Скотланд-Ярд, полицию. И те сразу же ретировались. Но два года шли эти переговоры. И два года я верил, что я настолько богатый, что я безобразно богатый, что у меня столько денег. Я могу сделать Божье дело. Я могу донести Евангелие. Моя реальность, она просто получила дополнительный толчок. Дополнительный тачок. И я начал верить, что я могу сделать большие дела. Начал телевидение без денег, с ожиданием, что вот-вот деньги придут. И когда это прошло, знаете, дальше пошло больше, 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 больше. И в конечном итоге случилось таким образом, что я начал действовать как богатый, успешный, не имея копейки в кармане. И тут я понял, что успех и благословение, и связи, они не субстанция того, что у тебя есть, а то, чем ты являешься. Не важно, что у тебя есть, важно, кем или чем ты стал. Многие люди имеют много чего, но они ничем не становятся. Они не становятся успешными, они становятся благословенными. Аминь. Язык воспаляет круг жизни. Пусть Бог благословит вас. Я молюсь, чтобы круг вашей жизни был вашим языком оживлен, а не воспален. Чтобы пришла жизнь, умиротворение, гармония. Чтобы ваш язык озвучивал реальность имеющего человека и ваша жизнь. Меня спрашивает Николай, пастор Максим, а смысл их махинации, что они от вас требовали? Там махинации заключаются в следующем. Они говорят, что вот вам, вы получите 16 миллионов долларов, но вам сейчас нужно в депозит внести первоначальный, чтобы оплатить юридические услуги. Если мы оплатим юридические услуги, то тогда вы сможете получить ваши деньги. И они хотят выдергивать деньги, так, 10 тысяч, потом еще 5 тысяч, потом еще 5 тысяч. Там махинации много разных. Но они махинаторы такие, ну, они махинаторы такие хитрые. Они знают, как вытягивать из жадных людей. Здесь вопрос, я не стал жадным, я стал имеющим. Я ничего им в копейки не дал, но они раскручивают многих людей. Итак, думать надо шире, реальность нужно изменять. И нельзя сказать, что вот так думай шире. Нет, изменяйте реальность. Я помолюсь за вас, вы не против, у нас последние 3 минуты. Во имя Иисуса Христа я благословляю вас и говорю благословение. Боже, помоги, повлияй на реальность. Благослови, Господь, реальность каждого человека. Во имя Иисуса Христа я говорю благословение на вами. Да пребудет с вами Господь, да направит вас Господь, да удержит вас Господь. Во имя Иисуса Христа я сейчас молюсь за каждого из вас. Я говорю благословение вашу жизнь. Во имя Иисуса Христа Господь да направит, да поддержит, да совершит свою работу, да явит милость вашу жизнь. Во имя Иисуса Христа я благословляю. Боже, благослови людей. Я благословляю тебя именем Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. И все скажем. Аминь. Дорогие мои, у меня остаются последние две минуты. Я хочу сказать спасибо вам за то, что вы с нами. Спасибо вам за то, что вы говорите, участвуете, молитесь, поддерживаете. И вот мне пишут Дмитрий из Воронежа. Аминь. Лариса из Израиля пишет Аминь. Татьяна из Риги. Пастор Максим, спасибо за слово. Из Греции, из Карелии. Аминь, друзья мои, пишут из разных стран, из Украины. Все, пусть Бог благословит вас. Я хочу сказать вам огромное спасибо за ваше участие. И как всегда в конце хочу призвать вас к пожертвованию. Сделайте ваш шаг веры. Я знаю, что Бог снабдит всем необходимым, чтобы я мог продолжать служение. Вообще все, что у нас здесь на Сианэле существует, существует благодаря чуду. Чудо доверия. Вы доверяете мне делать Божье дело, и я делаю Божье дело, и мы делаем его вместе. Вот эта надпись не случайно появилась. Поддержите Сианэлу, поддержите Дом Веры, поддержите наше служение. Ваши десятины, послушайте, ваши десятины помогают нам достигать людей Евангелием Иисуса Христа. Ваши десятины помогают нам изменять реальность. Ваши десятины помогают формировать жизнь в жизнях людей, свет. Спасибо за ваше участие. Я ценю, ценю каждого из вас, благодарю и благословляю. Пусть Бог сохранит вас и направит. Спасибо вам за партнерство, спасибо за участие. С вами был Максим Максимов. Шаббат, шалом. Встретимся мы в воскресенье, и со вторника у нас эфир будет на три часа раньше. Люблю, ценю, благословляю. Всем пока и благословения. Ваш Максим Максимов. Дорогие друзья, а сейчас вы можете пройти на мой YouTube канал Максим Сиенел и посмотреть эти и другие проповеди. Спасибо за ваше внимание и за ваше участие. Субтитры сделал DimaTorzok